Шесть лет вообще учился без строек. В седьмом классе, конечно, съехал. Говорил, что надоело тычки в спину, дай списать. Это Ирина Николаевна перебирает школьные фотографии сына. Его грамоты, благодарственные письма за участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, активной внешкольной деятельности, коли играл в КВН и вообще вел активный образ жизни. Беда пришла откуда не ждали. 13 августа вместе с друзьями поехал отдыхать на пруд. Да вот только отдых обернулся трагедией. Евгений Парамзин, друг Николая, один из тех, кто оказывал первую помощь. Упались на Печаевском, прыгнул в воду щучкой. Там был мелко, мне по поясу, он еще выше, еще мельче. Ну и всплыл, смотрим, там у нас друг один был, сразу прыгнул в воду, вытащили его. Колян, Колян, что как? Он говорит, типа того, я говорю, нет, ничего не чувствую, тело. Мы его вытаскивать совсем не стали, потому что нельзя. Вложили вот этот край берега, из воды даже не вытаскивали, чтобы голова была свободна. Вызвали скорую помощь. Приехали его, привезли в больницу, все, ночью на Тамбов уехал. По данным выписки из истории болезни, Николай Тимохин находится на обследовании и лечении в нейрохирургическом отделении Тамбовской областной клинической больницы имени Бабенко с 14 августа с диагнозом закрытая позвоночно-спинно-мозговая травма. До операции нам заведующий сказал с полной уверенностью на 100%, что ходить Николай больше не будет. Сейчас ничего не говорят. Сейчас вот в среду сделали операцию, сейчас прогнозы 50 на 50. Выкарабкается. Ну, говорят, все зависит от него, от состояния его сердечка. Говорили, вроде бы даже сердечко пошаливать начало. Про родителей толком. Вот стабильно тяжелый, да, нам говорят, опухоль с четвертого по седьмой позвонок. Ну, вроде бы, как говорят, что это будет продолжаться 9 дней, потом должно спасть. В среду сделали операцию, в пятницу его перевели в палату. Но после пробывания в палате около часа ему сделалось плохо и его вернули, да. Ну, а сейчас они держатся в реанимации про палату, пока разговоры не идут. На сегодняшний день состояние оценивается как стабильно тяжелое. Родители и друзья бросили клич о помощи в соцсетях. Коле потребуется сложная реабилитация. Тимохина также рассчитывают и на поддержку военного ведомства. В 2015 году Николай был награжден медалью Суворова. Ее присуждают за поступки, совершенные на благо государства или подразделения, которое сопряжено с высоким риском для жизни. Во время службы разглашать это вот, за что медали, а не разглашение писал. Да, это вот та самая медаль, которую он получил. Эта награда, подписан приказ самим Путиным. Активный, веселый, коммуникабельный, любящий сын и надежный друг. Родители верят, что несмотря ни на что он выкарабкается. Достроит дом, который начал с отцом. Выйдет на международный уровень грузоперевозок, как и хотел. Обзаведется семьей. Ему всего только 23. Семья Тимохинах благодарит всех, кто уже откликнулся и продолжает оказывать так необходимую поддержку семье. Александра Лялина, Андрей Щербаков, Область новостей.